Собачий концлагерь в обычной квартире на квартирного дома стал угрозой для всех окружающих. Жительница села Выездное в Арзамасском районе 4 года назад стала разводить у себя в квартире бродящих собак. В ее квартире они стали беспорядочно плодиться и сейчас их уже несколько десятков. Стая, которая периодически из квартиры вырывается на свободу, кусает местных жителей. Покусаны порядка полутора десятков человек, но сама хозяйка считает, что все в порядке. Это Боша. Это Боша. Они у меня боятся всех, поэтому лают. Они же услышали, пришли люди посторонние. Вон, эй, эй, Милан, что ли? Он тёмный мой. Они боятся. Они лают, если кто стучит только, так они, я ухожу спокойно сидеть. Я понимаю, запах стоит? Запах нет, я мою с утра до ночи. Я даже закашлялся. Не закашляйте, не закашляйте. Началось это где-то приблизительно около пяти лет назад, когда она начала заводить собаку. Она ничего не объясняет, она вообще не разговаривает с нами, понимаете? Она не считает нужным. Она может окошко открыть, из окошка только мат, перемат, может быть, знаете, всякие обзывания. Скажите мне, а для чего нужны троны? Как для чего? Чтобы поехать в Нижний и чтобы деток там раздать в добрые семьи. Они на цепь здесь посадили, до костяня забросали. Она не понимает, она думает, что делает добро. Она говорит, это мои детки, она думает, что их спасает. Они дохнут, там и чунг у неё, и не знаю чего. Каких болезней там только нет. Волонтёры приезжают, плачут. Как жалко собак. Она просто устроила концлагерь натуральный для животных. Сколько всего животных в квартире? У меня 11 увезли, 11 оставалось. Животных сколько всего в квартире сейчас? Сколько? Четыре лапушкиных. Гоша, Руслан, Лапочка и Миланушка. Сколько? Потом маленьких порода, Белочка. С этим непристроенной Белкой и Капшелу Завуни. Она завела кобеля, потом сук, потом она у неё окутилась, потом ещё щенки появились. Она первое время их ездила продавать в Нижний. Сейчас она и сюда, на рынок носит, на наш арзамасский рынок, носит вот этих блохастых, еле живых щенков. Она ходит по мясным рядам и у людей выпрашивает, чтобы они подали там. И всем людям там тоже их жалко, этих щенков. С 12 ночи до 6 утра у нас комендантский час. На улицу все боятся выйти, живём как в войну. Спускает собака 12 ночи, запускает в 6 утра, сама с ним не гуляет, людей кусают. Они с двух сторон налетали на человека, вот у меня на глазах под окном, на мужчину, на взрослого. Он ничего не мог сделать, они бросались в такой степени. Я вызвала в 112, но пока они тут приехали, он кое-как спасся. Девушка вот спортом у нас занималась, на дороге её уронили, искусали всю молодую девушку, всю изгрызли. У них стая, они в стае живут, и поэтому, когда они выходят на улицу, они голодная стая. Голодная стая начинает охотиться. Я так понимаю, что щенки рождаются, они иногда щенками питаются, насколько я поняла. Волонтёры были, девчонки вышли оттуда, плачут. Одни собаки какают, другие тут же на глазах съедают эти их. Фекалия. Да. Мы всем посёлкам собрали подписи и послали письмо в прокуратуру от всего посёлка. Прокуратура сюда приезжала, администрацию вызывали, у нас вот здесь школа. Был этот, глава администрации был, подаём в суд, подаём в суд, в результате возраста ныне там. Самое-то главное, самое страшное, что мы ничего не можем сделать, хотя это наш житель, и та работа, которую сами жители проводят с ней, и мы проводим. К сожалению, они результатов не дают, и мы не можем достучаться. Естественно, сейчас только надеяться, только можно на суд. Я так понял, она не осознаёт, что она больна, да? Нет, она говорит, что вы все больные, вас надо всех лечить. Я здоровый, вполне себя чувствую, хорошо, я вот не нуждаюсь в никакой помощи. В настоящий момент у ней близких родственников нет, опекунов нет, и она предоставлена сама себе, и она просто-напросто издевается и над администрацией, и над жителями. Садовников наш, глава администрации, боится с ней связываться, мы так поняли, вообще. Ну не с ней, а боится связываться с нашим законом. Потому что вы сами знаете, в Европе у нас сейчас ЛГБТ, да, дорога, зелёный свет. Вот дали зелёный свет ещё и психам. Не людям, тем, которые от неё страдают, а именно им, их защищает у нас государство. Для жителей беда, и для нас беда, в том плане, что мы, в конце концов, власть, к сожалению, ничего не можем сделать с данным вопросом. Здесь все люди в курсе вот этого, этой беды. Но единственное, ещё раз говорю, у нас сейчас надежда просто найти понимание в суде, для того, чтобы суд вынес решение и отправить её на принудительное лечение. Кстати, местные жители обращались также и в полицию. Там сообщили, что проводили с хозяйкой этой своры беседы, но как-то ещё повлиять на всю эту ситуацию не в силах.